Уважаемые слушатели, продолжаем цикл лекций «Москва геологическая». Третья лекция посвящена дистанционным исследованиям земной коры. Кое-какие сюжеты будут повторяться по сравнению с первыми двумя лекциями. Я вынужден это делать для тех, кто не читал или не слушал первые две лекции. Дистанционные наблюдения ведутся очень давно. Я уже говорил в одной из первых лекций, что Платону приписывают мнение, что земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из 12 кусков кожи. Как это он мог догадаться об этом, я не знаю. Из истории походов или истории жизни описания Александра Македонского известно, что он с помощью грифонов поднимался на небо и вот вел какие-то наблюдения. И это проводил во время своего военного похода. Казалось бы, он полностью был занят телами военными, а вот, пожалуйста, он еще занимался какими-то наблюдениями. До сих пор остается загадкой, что он хотел увидеть. Но не врагов. Этим занималась наземная разведка, которая у Александра Македонского была поставлена шикарно. Сначала дистанционные наблюдения велись с Земли за другими, так сказать, планетами. Скажем, Галилео Галилей открыл пятна на Солнце, кольцевые горы на Луне, которые сейчас изучаются, которые сейчас уже открыты и на Земле, и изучаются в виде кольцевых структур. Четыре спутника Юпитера. Четыре спутника Юпитера. Вот они. Значит, Михаил Ващевич Ломоносов открыл облачную атмосферу Венеры. Ну вот с конца 18-го, начала 19-го века люди начали поглядывать сверху вниз и на Землю, то есть с воздуха. То есть начались полеты на воздушных шарах. Пионерами этих полетов были братья Монгольфьер. Ну, это, в общем, достаточно хорошо известно. Вот. В 1783 году в июне, в сентябре и в ноябре они совершили три полета. Три полета. Значит, с наблюдениями Земли. Ну, правда, в первых двух полетах люди не участвовали. Первый полет был вообще, так сказать, без живых существ. Во втором полете экипаж состоял из барана, петуха и утки. Вот. И вот только в третьем полете, когда поняли, что, в общем, полеты безопасны, значит, в экипаже были физики, значит, Пилатер, физик Пилатер, Дерозье и Маркиз Орландо. Вот. Значит, вот с этого, можно сказать, началось, ну, дистанционные исследования Земли. Сейчас мы добавляем из космоса. Ну, а раньше вот так. Причем, это вот, ну, значит, воздухомания, значит, или полеты на воздушных шаграх, ну, распространились по всей Европе. Значит, Франческо Гвардии изобразил это на своей картире знаменитый, значит, полет воздушного шара графа Дзамбекари в 1784 году. То есть, через год, пожалуйста, и в Италии начались полеты. Вот. Через 11 лет в битве при Флерюсе, значит, привезные аэростаты, в общем-то, уже впервые применялись для наблюдения, вот, во время битвы. Вот. У нас в начале девятнадцатого века, в конце восемнадцатого века даже, ну, в общем-то, в начале девятнадцатого он у нас побывал, Андрей Жак Гарнири, бывший инспектор революционной армии Франции. Непонятно, с какой цели он, значит, приехал в Россию. Вероятно, он имел несколько целей, но, да бог ему судья, здесь он начал, значит, демонстрировать полет на воздушном шаре. Причем заломил огромную цену, значит, две тысячи рублей серебром. Стоимость лошади тогда была 50 рублей. Сначала никто не соглашался летать. То ли было жалко денег, то ли боялись, вот. Ну, как ни странно, первым, так сказать, воздухоплавателем, вот, на воздушном шаре Гарнирена была женщина, то есть наша первая русская женщина-воздухоплавательница, Калагрива или княжна Гагарина. Она совершила полет из Москвы, из района нынешнего Киевского вокзала до Остафьево, имение князя Вяземского, пролетев 30 километров за один час. Вот такие вот бывают истории. Княгиня Прасковья Юрьевна с тех пор можно считаться, значит, первой русской воздухоплавательницей. Внучка генерал-фельдмаршала Трубецкого. Фамилии все звучные, красивые. В 1804 году знаменитые ученые Гей Люсак и Био, значит, поднялись в воздушном шаре на высоту 700 метров, вот, причем уже цели были чисто научные. Измерение напряженного магнитного поля, изучение физиологического воздействия разреженного воздуха. Ну, Гей Люсака все знают, и школьники, а вот Био, геологи знают, потому что он изучал слюду, и она так называется по его имени Биотит. Вот, вероятно, эти два ученых в шаре. Значит, шло время, и, значит, уже появились, так сказать, какого-то карикатурного типа зарисовки полетов воздушных шаров. Правда, здесь высмеивается не сам шар, а вот это дагеротипа мания. Вот видите, тут везде стоят люди с дагеротипами и фотографируют, фотографируют, фотографируют. Вот. Но, тем не менее, значит, вот, наверное, дагеротип проник и на воздушный шар. А это уже прямое, так сказать, фиксирование каких-то объектов с воздушного, ну, некого, так сказать, приспособления. Вот знаменательный, так сказать, сюжет связан с Жованнис Киаппорелли. Это ее знаменитый итальянский астроном, руководитель, значит, обсерватории одной из итальянских, так, и в 1877 году он открыл на Марсе линейные структуры, которые назвал каналами. Эти каналы быстро превратились, так сказать, под пером одного журналиста в каналы, проделанные или проложенные марсианами, и начиналась такая вакханалия, значит. Как я иногда говорю, марсианские хроники начались задолго до Рея Бредвери еще в 19 веке. И кончилась она только через сто лет, когда появились космические снимки других планетных тел и земли, в том числе, на которых также были обнаружены гигантские линейные структуры, вот, как Маринер, скажем, на том же Марсе и на Земле, Сан-Андрес и так далее, и так далее, Тан-Лу и так далее, которые, конечно, никакими марсианами не были созданы. Вот. В России в 1885 году была создана первая кадровая военная команда аэронавтов, командиром которой был определен поручик Кованько Александр Матвеевич. Забегая вперед, скажу, что в 19, кажется, году он погиб, ну, в общем, мародер погиб во время гражданской войны. Ну, такова жизнь. Значит, заслугой вот этой команды Кованько они сделали первые снимки с воздушного шара Санкт-Петербурга и Кронштадта. То есть, пожалуйста, уже началась эпоха действительно попыток изучения. Вот. Значит, вот, пожалуйста, один из снимков Кованько Петербурга. Значит, Нева, Малая Невка и так далее. Вот. Я вроде неплохо знал биографию Дмитрий Иванович Менделеева. Ну, вот только у Айзека Азимова, путеводителей по науке, я вдруг увидел рисунок, значит, Менделеева, который, значит, поднялся на воздушном шаре для изучения атмосферы. А потом уже и в биографии Менделеева прочитал. Причем там была ситуация очень, ну, прямо скажем, не тоже забавная, а опасная. Когда он в районе Клина сел, причем, кажется, в непогоду, сел на поле, то местные крестьяне чуть было не расправились с ним. Они решили, что какая-то нечистая сила прилетела. Ну, обошлось, в общем, там люди спасли его. Вот. Да, значит, в конце 19-го века, в начале 20-го века вот эта, значит, тема мангольфьеров, как называли воздушные шары, аэропланы и так далее, и так далее, была очень популярной. А популярность когда создается? Или, ну, как можно узнать о популярности? Ну, вот открытки. Раз появились эти, значит, воздушные шары на открытках, на почтовых открытках, новогодних и так далее, Дед Мороз летит на дирижабле, высыпает там игрушки и прочее, прочее. Вот. Было очень популярно это все. Но пока до науки было очень далеко. Или вот знаменитый французский художник Анри Руссо, такой примитивист, тоже не избежал искусства и вот показал и аэропланы, и дирижабли, и воздушные шары, значит, на каком-то своем пейзаже. Потом появились самолеты. Вот почтовая открытка начала 20 века. Самолеты. Причем развивались они очень мощно. Значит, уже в годы Первой мировой войны в Германии были созданы самолет-разведчики Хальберштадты, значит, оснащенные аэрофотоаппаратами, вот, чего у нас не было еще очень долго. У нас были, значит, какие-то камеры, которые... кинокамеры первичные, особенно французские, с которыми некоторые летчики, ну, или красноармейцы пытались снимать какие-то или позиции белых и белых, и красных, соответственно. Вот. Как это показано в фильме «Служили два товарища», где два великолепных актера, Ролан Быков и Олег Янковский, играют двух бойцов в Красной армии, получившие задание снять, значит, позиции белых с самолета. Им это не удалось. Ну, потом начались целые приключения. Ну, факт остается фактом. Это вот первый пример, так сказать, применения аэрофотосъемки, ну, в военных целях, по крайней мере. В СССР первая экспериментальная производственная аэрофотосъемка была выполнена только в 25-м году, под Можайском. А вот немцы-то они не дремали, и 10 сентября 1930 года центр Москвы был сфотографирован с дирижаблей граф Цепелин, который посетил Советскую Россию якобы с дружеским визитом. Но потом-то выяснилось, что это была разведка. И 1930 год, еще даже Гитлер не пришел к власти, а немцы уже, ну, как говорится, загодя, впрок готовились. Между тем, советские ученые начали активную борьбу за внедрение аэрофотосъемки при изучении труднодоступных регионов и при поиске месторождения полен скопаемых. Надо сказать, любое новое дело, ну, как часто это бывает, встречает большое сопротивление. И только благодаря авторитету двух крупнейших ученых, Александру Евгеньевичу Ферсману и Владимиру Анатольевичу Обручу, удалось все-таки добиться, что у нас началась планомерная аэрофотосъемка. Значит, вот в 1927 году Ферсман впервые выступил в центральной печати, а это было уже, ну, как знак признания, как указание к действию, с предсказанием большой роли авиации в географических исследованиях. В 1930 году указал на важность геологических работ в Средней Азии, именно на базе аэрометодов. Ну и так далее. Владимир Анатольевич Обручев в 1931 году ратовал за организацией специальных аэроэкспедиций для изучения таких труднодоступных регионов, как Чукотка, бассейны рек Колымы, Яны, Индигирки и других. В 1933 году совместно с картографом Салищевым, который потом стал очень знаменитым ученым, провел крупный геолог и географический исследование на северо-востоке Сибири с помощью большого объема аэровизуальных наблюдений. Это уже пошла наука. Вот тогда аэровизуальные наблюдения, результаты были чрезвычайно интересными и что-то новое мгновенно публиковалось. Сейчас никого не удивишь снимком метеорного кратера в Аризоне. А тогда, как только он появился, то вот в физической геологии Мушкетовых сразу появился его снимок, потому что это было очень необычно. В довоенные годы в Советском Союзе очень развивались стартостаты, но, правда, гибли они очень, так сказать, поэтому развития не получилось особенно. Да, собственно, как и за рубежом тоже, дирижабли, стартостаты, это все-таки, их сменили самолеты. Вот выше было сказано, что в 1930 году в мирное время немцы фотографировали центр Москвы, не облетели весь центр Москвы, но разрешили наши. Есть снимки, Кремль как на ладони, каждый дом, каждое здание видно. Но они делали и во время войны, прорывались даже во время войны, несмотря на плотный, заградительный, зенитный огонь и так далее. Вот 1942 год, немецкая аэрофотосъемка района нынешнего ДНХ в селе Алексеевского, то есть, ну, метро Алексеевское, пожалуйста, 1942 год. Казалось бы, уже отогнали от Москвы, а нет, они все продолжали. Итак, мы проигрывали вот в аэрофотосъемке, но зато в космических исследованиях приоритет принадлежит нашей стране, так как именно русский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1» в общем, как бы проложил тропиночку в космос. А вот пионером фотографирования земной поверхности из космоса стал космонавт номер два Герман Степанович Титов, которому было дано задание уже. Юрию Алексеевичу было задание, ну, выжить, облететь и вернуться, вот. Но когда он вернулся, его спросили, да, боялись, что он, ну, всего боялись, потому что было неизвестно, много неизвестного было, задача была со многими неизвестными, боялись, что он может ослепнуть там и так далее, вот. Но когда он прилетел, жив-здоров, его спросили, видел Землю? Видел, прекрасно, красиво смотрится. И уже Герман Степановичу было дано задание. Вручили ему камеру «Конвас», Константина Васильева нашел, отечественную камеру, и он сделал первые снимки из космоса. До этого делались снимки американцами с помощью немецких, значит, ракет «ФАУ». Ну, там было со 120 километров, а здесь уже из космического пространства. Вот, предполагает, что вот эти два снимочка я, к сожалению, потерял источник. Вот, не знаю, честно говоря, даже не знаю, вот как они мне, эти два снимочка, попали. То ли в какой-то студенческой работе, то ли еще откуда-то. Но предполагает, что вот эти два снимка, это вот как раз снимки, которые делал Герман Степанович Китов. Если не так, прошу прощения. Вот, значит, наконец появилась возможность и из космоса взглянуть на нашу планету. Вот, пожалуйста, один из первых снимков Земли из космоса, сделанный в 1969 году, значит, зонда 7. Вот тут до Луны расстояние, вот она внизу, такая оранжеватая, 2000 километров, а до Земли почти 400 тысяч километров. Значит, это был бурный, значит, рост или развитие различных организаций, которые комплексно занимались изучением Земли и не только Земли, других планетных тел из космоса. У нас это был госцентр природа, затем научно-производственное объединение планета. В других странах огромные, ну не огромные, но в каждой, так сказать, уважающейся стране были созданы специальные центры аналогичного направления. Значит, центр Годдаров в США, дистанционную зондиры в Тулузе, Франции, в Китае, в Пекине, в Японии, теперь и в Индии и так далее, и так далее, в Бразилии и прочее. В чем ценность космических снимков и в чем их преимущество? Вот здесь, значит, слева монтаж серии аэрофотоснимков, а справа единый космический снимок одной и той же структуры, знаменитые структуры Ришат в Мавритании, в Африке, в Северной Африке. Вот представьте, вот до аэрофотоснимков полевыми исследованиями, полевыми вот здесь вот исследованиями, пешком на машинах, на верблюдах, на лошадях и так далее, сколько надо времени. Годы, годы, годы. Разными отрядами, разными партиями. Они получают какие-то свои фрагменты, на них рисуют свои фрагменты карт. Как говорят геологи, сбивают их, коррелируют, спорят, ругаются. Много неясного. Появились аэрофотоснимки. Опа! Сразу, так сказать, скорость исследований увеличилась. Ну, аэрофотоснимки – это монтаж. Значит, есть граница сочленения, сшивки, склейки. Опять много вопросов. А космический снимок сразу дает полное впечатление о том или ином объекте. Полное. Никаких ни шивок, ничего. Изучайте. Тем более, значит, космические снимки цветные. Вот это решат, это любимая, так сказать, структура многих наших космонавтов. И не наших тоже. Снимают в разное время, с разных позиций. Вот. Цветной снимок великолепный. Если взять оригинальный снимок, то здесь очень интересная структура. Поэтому преимущество космических снимков колоссальное. Просто колоссальное по сравнению с аэрофотоснимками. Потом перешли к орбитальным комплексам типа известной станции МИР. К сожалению, она была затоплена раньше, чем ее ресурсы. Ну, так многие специалисты говорят, чем ее ресурс закончился. Некоторые намекают на то, что работа завершена была не по техническим причинам, а по политическим. Ну, это не наше дело, как говорится. Просто хочется показать еще раз эту станцию МИР. Это летающий институт буквально был. Потому что даже вот три основных комплекса. Это, значит, пилотируемый космический корабль «Союз», научный модуль «Квант» и грузовой корабль «Прогресс». Они сами по себе, так сказать, уникальны. А соединенные — это гигантское, так сказать, сооружение научное. Обязательно надо отметить, что в 1980 году, то есть, ну, 40 лет назад, в СССР начал выходить академический журнал «Исследование Земли из космоса». То есть, это очень важный момент, когда специалисты, занимающиеся этими проблемами, могли общаться между собой с помощью статей, обсуждать, дискутировать и так далее. В настоящее время на территорию России созданы дистанционные основы геологических карт. Значит, в различных каналах, ну, говоря обычным языком, в различной цветовой окраске. Вот, один вариант, другой — третий. Для чего это делается? Потому что в различных окрасках или спектрах прочитываются различные структуры. То есть, если мы только вот в одном этом посмотрим, мы потеряем какую-то информацию. В нескольких мы сохраним, не сохраним, а увидим всю полноту информации структурную. А информации очень много. Вот мы смотрим на территорию нашу, восточно-европейской платформы. Если оценить структурную, так сказать, составляющую платформы по этой карте, то она будет очень невелика. Потому что платформа — это выровненная все-таки такая территория. Есть, конечно, поднятие, опускание. Ну, не горы, не как вот, скажем, кавказские горы там или Альпы. Вот. А вот дистанционные методы, они сразу показывают, что тут полно есть, полно структур. Вот это студенческая работа нашей магистрантки Ольги Мещеряковой, обученная поиску и уделению кольцевых структур. Она вот на этой, казалось бы, бесструктурной территории вот нашла эти структуры, пожалуйста. До нее тоже делали, но она выполняла рабочую, учебную работу. Вот. Космические снимки сейчас очень популярны. Редкий научный или популярный журнал не использует их на обложке. Это популяризация, привлечение наших молодых, школьников, студентов, да и вообще просто людей самых обычных, чтобы они помнили, что космические исследования проводятся. А это журнал «Жизнь Земли», ее выпускает Музей землевидения нашего университета. Очень интересный журнал. Вот. А вот пример космического снимка Москвы. Исходный масштаб одна пятистычная, то есть такой очень детальный масштаб. Вот. Последнее время, наряду с космическими снимками, наряду с аэрофотоснимками, начали применяться квадрокоптеры или беспилотники, как хотите. Вот. Вот этот район ОПС Чашникова, где мы проводим практику, геоморфологическую практику студентов первого курса факультета почвоведения. И вот этот снимок сделан нашим сотрудником Владимиром Александровичем Зайцевым. Ну, о геологии я сейчас здесь не буду говорить. Скажу об одном удивительном явлении, которое связано с этим районом. Вот здесь вот, значит, вот эта полоска леса, она индицирует нам русло, береговую часть Клязьмы. Клязьма течет в эту сторону. А вот это правый берег. А на левом берегу здесь расположена деревня Никольская. Так вот, деревня Никольская знаменита тем, что в 1954 году, 6 марта, у села тут написано Никольская. Это вся-то из Википедии. Ну, это не село, там нет церкви. Это деревня Никольская. Село — это тогда, когда есть церковь. В Солнечногорском районе Московской области выпал небольшой каменный метеоритный дождь. Вот. И там, значит, собирали обломки. Вот один из них здесь показан. Но собрать было сложно, потому что этот метеорит был очень хрупкий. Он раскололся, рассыпался на мелкие кусочки. Ну, один из, значит, кусочков, фрагментов этого метеорита можно увидеть в музее землеведения нашего университета на Ленинских или, некоторые говорят, Воробьевы горы. Ну, здесь я не могу не показать плакат, отражающий работу нашей лаборатории. И, соответственно, многие здесь работы выполнены нашими студентами. Потому что мы не просто изучаем, а мы изучаем для того, чтобы тут же результаты наших исследований передать нашим студентам. И они знают многое из того, чего нет даже в учебниках. Потому что учебники пишутся долго. Правда, сейчас быстрее, конечно, особенно в электронном виде. Но все равно это пока дождешься и пока найдешь. А здесь мы из первых рук, значит, учим наших студентов всем премудростям дистанционных методов и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, литература. Литература много. Здесь я только часть показываю. Самые разные. И здесь что такое? Значит, информационные системы. Просто геологическая квартира, применение дистанционных методов. Вот космические методы выследования почв. Значит, дистанционная, опять же, география. Вот есть даже аэроснимки в военном деле, переводная работа, очень интересная работа. Космические фотосъемки в транспортном строительстве и так далее. Литературы очень много. Было бы желание. Благодарим вас за внимание.